Кто такая Наза Акперова? На первый взгляд, просто девочка. Младше меня почти на 20 лет. Но каким образом она оказалась подругой Гюли Балакишиевой? Каким образом она узнала буквально за несколько дней всю подноготную моей личной жизни? И только ли гаданием на картах Таро, чем она владеет в совершенстве, пройдя школу гадания у Эсмеральды Акперовой и являясь троюродной сестрой Самира Аликперова, сильно и надолго затесалась в Футбольную Федерацию? А появилась она именно тогда, когда начались нападки на наш футбол. И как потом оказалось, и как мне написали в информации Интерпола, уже с 9-летнего возраста была ученицей специальной школы, созданной комиссией при Минздраве Азербайджана, по причине необходимости ее адаптации и самоидентификации, так как от рождения она являлась гермафродитом. У нас есть документы медицинской комиссии и печать, подписанная доктором Толышинской. Это было в 80-е годы. Потом произошла небольшая операция, которая восстановила ее внутренние женские органы, что позволило ей забеременеть и родить двоих детей в будущем. Почему мы придаем огласке деталей интимного характера и то, что касается ее личного здоровья? А потому, что несколько месяцев назад она написала письмо в предвыборный штаб кандидата в президенты Джозефа Байдена. И ее письмо привлекло внимание специалистов из Интерпола. Мы знаем, что, увидев этот репортаж, у нее начнется истерика. Так как она подвержена частым истерикам и имеет сильно расшатанную нервную систему, на это тоже у нас есть подтверждение. Она по сей день состоит на учете психдиспансерий и, как отмечено в ее личном деле, непредсказуема в своих действиях. Поэтому она всегда на особым контроле. Но, обладая повышенной возбудимостью и гиперсексуальностью, она не могла не привлечь внимание КГБ, образца времен правления продашнакской компартии, запустившие свои сети в общественность города Баку, да и всего Азербайджана. Таким образом, ее взяли на работу, условно назначив ей опекуна КГБшника со стажем врачебной работы в сегменте психиатрии, Гасана Сеидбекова, который и по сегодняшний день является ее куратором, и к которому у следствия будут некоторые вопросы. А именно, почему Наза Фируза Акперова после замужества Исмайлова, а сегодня разведенная женщина с двумя детьми, занимается международной проституцией, являясь держателем бакинского сегмента девочек по вызову в концерне Ирины Виннер? Второе. Каким образом Фируза Исмайлова, душевнобольная, принимающая пробиотики и сильнейшие антидепрессанты, является донором и сдает ежемесячно кровь туберкулезный диспансер? Третье. Почему Ирина Виннер имеет личные фото президента Футбольной Федерации Азербайджана 1998 и 2000 годов Фуада Мусаева? Каким образом они попали к Ирине Виннер? И на каком основании? Четвертое. Почему телефон Nokia, раскладушка, был выкраден у меня с суперпрофессионалами-карманниками вместе с сим-картой, записанными на ней больше ста номеров телефонов, входящих звонков, среди которых были номера телефонов сына Зиима Медова, Эльнура Баимова, Афранда Даштамирова, Нурья Ахмедова, Натика Алиева, Сабира Гаджева, Мехти Нагиева и даже Ильга Амалиева и других, с которых она ухитрялась звонить на мой номер и давать отбой, ну или молчать несколько секунд, или что-то бормотать, когда хозяин телефона обычно был в ванной комнате. А теперь перейдем к делу. И к некоторым планам этой девицы, успевшей побывать везде и перепробовать всё, даже моего собственного отца, и наговорить ему чушь. Что у них в планах? Первое. Наличие некоторых фотографий, которые предполагаются через огромные сферы влияния и связи Ирины Виннер распространить в печати и в СМИ, в интернете. По нашим сведениям, одна книга уже готова, на что мы передаем привет Ирине Виннер и Алишеру Усманову, понимая всю нелепость ситуации. Если учесть, что Фуат Мусаев жив и здоров, и скоро сам передаст текст в адрес авторов и редакторов книги, чьи имена у нас в полном перечне, вместе с работниками типографии и её адресом в городе Виннице. Далее. Заказчик книги уже сдох. Автор рассказов пока жива, но ей очень мало осталось, и этот гонорар ей уже не поможет. И самое главное. Вы знаете, сколько стоит небольшой домик в деревне, а именно в Ивановке, которую недавно приобрела Фируза Исмайлова в девичестве Наза Ат-1. Всего тысячу долларов. И документы, которые ей оформили в Исмаилинском ПТИ, с надеждой на то, что я уже никогда не вернусь. И эти документы она держит не дома, а в кабинете её личного куратора и врача, Гасана Сейдбекова, и который собирается представить таким образом, что как будто бы дом, который я купила сама на деньги, оставшиеся мне от моей матери, в 2004 году после её смерти, что якобы этот дом мне купил любовник. И потом якобы передумал и за моё плохое поведение переписал его на свою самую большую любовь в жизни Фирузу Исмайлову. А не пошла бы ты в задницу, а? Я тебе такую любовь покажу прямо отсюда, из штаба вице-президента Байдена и из папки Интерпола, что выйдет ещё на несколько книг, с подписями и печатями. Привет, дорогая! Всё самое интересное впереди. Баку-2018, твой ник на Баку-365. Там тоже твоя песенка долго спета. Все ЛС на наших файлах. А с Ивановкой разберёмся в следующих роликах. И не забывай, что имеешь дело с фамилией Ротшильд, которую мои предки носили тысячелетиями. Ари-Вуар!